Роман Боголюбов Сейчас все ревизии еще и на одном выпуске, получается, вот здесь и вот здесь, то есть по три, по четыре ревизии, по-моему, хочется добавить. Безначального капитала не обойтись, предприниматель обратился с бизнес-планом в гарантийный фонд республики и получил помощь. Поддержка в виде микрозайма, сумма была у них по условиям до трех миллионов. Процентная ставка, кстати говоря, сейчас в связи с пандемией, мы тоже подали заявку, нам понизили процентную ставку, поэтому очень льготные условия. Если бы мы пошли просто в коммерческий банк, скорее всего, нам бы дали меньшую сумму гораздо и под гораздо больше процентов. Поэтому действительно, да, государственные меры поддержки, мы их на себе ощутили, они работают и предприниматели поддерживают. Сейчас эти деньги приносят пользу жителям Абакана. Средства пошли на первый большой объект. Шестиподъездный многоквартирный дом, щетинки на 76. Дому больше полувека, столько же инженерным сетям. И вот теперь строительная компания взялась их полностью заменить и усовершенствовать, если можно так сказать. Работа сложная, но коллектив справляется. Статья о коллективе. Новая сфера деятельности позволила трудоустроить дополнительных работников. В компании около 20 человек. Опытные специалисты. Николай Стяжкин пришел из муниципального ЖЭКа. Где я больше на капиталках не работал, вот здесь самая такая, которая меня устроила по отношению с начальством. Прям мне даже нравится тут работать. Если честно. Полностью от подвала до пятого этажа меняется отопление, канализация, горячая и холодная вода, электропроводка. Теперь в доме будет не только сухо и безопасно, но и решатся давние проблемы жильцов. Чтобы все хорошо работало. Вот это полотенце сушители. Раньше было отопление у них. Сейчас все переделано на циркуляцию. Горячая вода. Раньше они пользовались тупиком в режиме. Долго воду горячую сливали. Еще жаловали, что вот горячие счетчики, горячая вода же дорогая. Сейчас у них постоянно только кран открыл, все будет кипяток бежать. Перемены налицо. Вот как было и как стало. Работа проведена огромная. Жильцы довольны. Будет меньше аварийных ситуаций. Работа с собственниками – отдельная история. С ними нужно налаживать контакт. Кроме замены коммуникаций в подвале и подъездах, часть работ ведется в квартирах. Обращаемся, помогают, все делают. Очень хорошо. Еще вот таких ребят. Ну сейчас хоть, может, не будет это бежать, не будем мы носить, за вас же постоянно требовать. Так вот, все хорошо, сейчас спасибо им. Будем ждать все. Теперь уже отопление, все, чтобы было хорошо. Сейчас работы подходят к концу. Фонд капремонта ведет постоянный контроль. Роман планирует в дальнейшем не только расширять прежнее производство, строиматериалов, но и продолжать новое направление в бизнесе. Немножко опыта наберемся. Планируем выходить на аккредитацию. Потому что одно из условий аккредитации – это выполнение уже аналогичных госконтрактов в роли субподрядчика. Вот гарантийный фонд, это поддержка предпринимателей дали нам возможность этот опыт, собственно говоря, получить.